здравствуйте уважаемые любители моих занятий эволюции человечества сегодня у нас некоторый небольшой ролик поясняющий ряд событий церебрального сортинга которому собственно говоря посвящены вот эти вот четыре издания книги речь идет о том что меня все время спрашивают но как же вот накопится количество людей с новыми мозгами тех самых которые должны сместить предыдущую конструкцию мозговую но в наше время это просто-напросто цифровики ну обобщенный такой образ то есть люди которые вырвали из рук международного финансового олигархата владение деньгами благодаря развитием цифровых технологий которые те своевременно не поняли не выучили детей но в общем понадеялись на авось и вот эти самые цифровики это кто такие это люди которые способны понимать и работать в этой среде то есть это определенный склад ума иначе говоря конструкция мозга и вот эти самые люди их количество накапливается они нравятся это кому-то не нравится они постепенно заменяют тех людей которые принадлежат предыдущей генерации но тебя думаю что благодаря связям контролю деньгам всяким традиционным чиновничьим подлостям они смогут одолеть это нет не получится к сожалению они все уже обречены и даже те богатые люди которые обладают огромными ресурсами или обладали в недавнем прошлом они не могут согласиться они отказываются даже понимать то что сейчас происходит это закономерные смена церебральные в процессов церебрального сортинга то есть отбор по способностям людей следующий эволюционной конструкции которые естественно всех этих предыдущих выяснили в ту или иную форму это всегда так происходило происходит и будет происходить ничего с этим не сделаешь я всегда приводил примеры с времен петра первого о том что когда выяснилось что надо знать математику боярской среде они же были все крутые страшно богатые владельцы людей земель лесов вдруг выяснилось дураки дураками вот примерно то же самое происходит и сейчас с этими самыми потребителями lamborghini ferrari и bugatti выяснил что не идиот оказалось что они в новой системе церебрального сортинга и места нет ну поэтому они паникуют дергаются и прочее прочее и пытаются любой ценой не считаясь ни с чем ни с какими жизнями не с национальными традициями то есть они пытаются бороться против биологической эволюции ну понятно чем это кончает всегда одним и тем же в некоторых случаях полным исчезновением некоторых популяций я думаю что у нас будет примерно то же самое сегодня наша тема развивающая так называемую среду сортинга потому что многие говорят но как же так вот эти цифровики накапливаются накапливаются как-то они так мягенько возьмут и укоротят на голову тех кто значит принадлежит предыдущие конструкции мозга нет сразу быстро не укоротят вот сейчас сразу быстро происходит на юге россии там как раз собственно говоря апофеоз это схватки двух эволюционных подходов мы представляем передовой как ни странно значит систему представляем будущего их конструкции мозга то есть то которая придет на смену предыдущий более архаичный а с той страны весь мир естественно который прекрасно жил их могут от этого отказаться поймите пожалуйста но невозможно отказаться от колбасы ницы куршавели всего остального и но не не так уже было казалось бы навсегда и у украденного хватит для детей внуков и правнуков раз и оказывается существует такой феномен как эволюция гоминид который мало занимаются о которой мало что знают но которые сказываются на каждом из этих самых не интересующихся значит и сегодня один аспект мы рассмотрим дело в том что сами просто так тот же самый финансовый финансово промышленный олигархат предыдущей генерации не отдаст в власть не свои деньги не что они будут всеми способами за них цепляться причем цена их абсолютно не интересует их интересует только они сами любимые поэтому надо готовиться к тому что это будет достаточно жестко кроваво и очень неприятно но есть тонкость дело в том что от до самоотдачи власти не произойдет тихо ничего не получится почему потому что нужно так называемая среда церебрального перехода то есть нужно условие в котором может новая конструкция мозга занять те позиции которые делают ее ведущий на данном отрезке времени эволюции гоминид были такие вещи да конечно мы с вами знаем я всегда говорю там петровскую времена или буржуазной революцию но давайте рассмотрим ту область которая никогда практически мной не упоминалось но я имею ввиду великую французскую революцию которую понятно что дата у нее скользкие поскольку лягушатники резали друг другу головы довольно долго примерно с 1898 по 1804 год и никак не могли успокоиться до развития бы на партии но для нас не это важно нас вот эти вот все скажем так публичные пиарасты не очень интересуют нас интересует а что произошло с человеческими мозгами и вот как раз французская революция интересна тем что она является собственно говоря классическим примером переходной среды внутри которой происходил отбор определенного сорта ну в общем по большому счету как вы понимаете на том этапе развития человечества кстати французской революции отбирали умных и способных от жадных вороватых и тупых ну то есть то же самое что сейчас происходит сами понимаете что никаких в этом вариантов не было и перегибы были многих так сказать и умных отправили на гильотину но это неизбежные скажем так побочные события связанные с глобальным церебральным сортингом такой в те времена прогрессивной страны как франция ну и что же произошло в результате вот этих самых революции вдруг мы видим в начале девятнадцатого века вдруг всех его всей европе стало понятно что во франции появились гениальные мыслитель развитие науки в условиях когда чиновников нет их просто казнили намекаю что может быть так иногда следует поступать всех их казнили и те люди которые обладали интеллектом смогли всплыть в среде обывательской коррупции которая подавляла все мало-мальски здравомыслящие ну и кто у нас пожалуйста николя де кандасе математик теории вероятности так на минуточку механика движущий движение комет книжка называлась эскиз исторической картины прогресса человеческого разума а а на дворе самый конец восемнадцатого века господа жозеф луи лангранш математик мы для математиков это известнейшая фамилия теория аналитических функций решение численных уравнений это в той 1897 98 1700 то есть революция вызвала к жизни высочайшие умы ну госпаром анжас начертательной геометрии думаю можно и не упоминать кроме этого огромное количество мыслителей которых нам известно в том числе и казненных во время революции например антуан дало вазье первым показавшим что откуда берется углекислый газ из состоит что это углерод и кислород что дыхание аналогично горению это его идея это все рубеж 18 и 19 столетия как только убогий дегенеративный чиновничай олигархические ли чиновничай богатейших людей отбор прекращает действовать просто это такие мыслители я уж не говорю о том что каждый пионер в мое время знал что такое бертолетовая соль и как она помогает в стрелковом деле вот пожалуйста открыл же синильную кислоту столь полезную до сих пор пользующуюся популярностью у некоторых отравителей сероводород он придумал отбеливание тканей и разработал новые модели пороха тоже это кстати прогресс французской армейских технологий был очень сильно с этим связан пожалуйста код луи бертоле напоминаю вам то же время были открыты спутники юпитера исследованы комета галлея это кто такой это бои жан астроном уж кажется какое там отношение к революции уж какое отношение каким-то социальным чудовищным процессом и гильотинизации вороватых царских особ нет это совершенно другую область наша не говорю про пьера симона лапласа который вообще предложил новую систему мира и написал огромный трактат о небесной механике то есть иначе говоря произошло принципиально следующее в условиях интенсивного церебрального сортинга нового типа появляются возможности у людей талантливых одаренных имеющих так сказать развитый мозг которым они пользуются нового типа это очень важно могут всплыть из среды такой мерзости запустение которое продолжалось столетиями до этого то есть иначе говоря условия церебрального сортинга направленного на появление людей с новыми мозгами должны быть достаточно изменчивы то есть консервативная стабильная жизнь обывателей к сожалению при этом сильно страдает по этой причине мы должны сейчас отнестись к происходящему у нас стране и за рубежом с большим сочувствием да конечно в целом жить может быть существенно хуже но по этим законам происходят эволюционные процессы если сейчас не вышибить из финансово промышленного олигархата не вытащить из-под них стулья если они будут заменены силовым способом государственным указами или просто прямым душегубством на других людей с другими мозгами а именно первую часть это те кто представляет сегодня этот гигантскую группу цифровиков ничего хорошего не произойдет в условиях многослойных бетонных плит всплыть гению не удается по этой причине надо не имитировать поиски людей потому что имитацию осуществляют все те же самые прохиндеи из старой системы церебрального сортинга а создавать условия нестабильности которая для эволюционных процессов выявления способных людей в общем-то оптимально только в условиях отсутствие такого жесткого консерватизма кто-то из гениев может проскочить до уровня самореализации в этом основная проблема то есть для того чтобы церебральный сортинг о котором я пишу существовал и осуществлялся интенсивным способом нужно создавать переходную среду переходная среда это всегда биологической нестабильность это что мы сейчас видим только подтверждает этот процесс но в этом процессе очень важно сохранить детей и их собственно говоря развитие для этого я в свое время предвидя те события которые сейчас происходят уже несколько лет потратил почти десятилетия чтобы написать вот эту книжку которая называется морфологии сознания на в двух томах она посвящена детскому мозгу развитию детского мозга это не психологические ужимки и прыжки а это реальный набор проверенных сведений о том как развивается и формируется детский мозг потому что в условиях нестабильности именно развитие детского мозга закладывает в будущее те самые возможности которые этого ребенка может быть появились от родителей поэтому кому интересно много вопросов над тем приходит можете почитать морфологию сознания вот если после этого появится вопрос тогда уж как задавайте я постараюсь на них внятно ответить на этом уважаемые слушатели до свидания желаю вам участвовать в процессе церебрального сортина но с осторожностью близко не подбегая к тем местам где идет физический отбор на этом до свидания а